В прямом эфире репортера новости в студии Григорий Блайда. Здравствуйте. Дорожная инфраструктура, сельское хозяйство, социальная сфера и восстановление структуры облгосадминистрации. В ходе первой встречи с журналистами губернатор области Максим Степанов определил приоритеты в своей деятельности. Высокопоставленный чиновник также заявил, что собирается восстановить конструктивный диалог с мэрией города. Подробности в сюжете Константина Гречанова. Самые важные инфраструктурные проекты для области – это ремонт и строительство дорог, уверен Максим Степанов. По его мнению, без нормальной транспортной коммуникации рассчитывать на привлечение инвестиций в регион достаточно сложно. Губернатор уже обратился в кабинет министров за помощью для ремонта дороги Одесса-Киев. Самым трендовым же объектом еще со времен прошлого губернатора остается трасса Одесса-Рени. Большие оптимистические, амбициозные планы, что может быть по возможности закончить это уже в этом году. Вчера мы проводили соответствующее совещание, в каком состоянии мы находимся. Из 289 километров дороги. На сегодняшний день построено 56. На достройку дороги нам необходим 1,4 млрд ориентировочно. Еще один крупный транспортный проект – строительство новой взлетно-посадочной полосы в Одесском аэропорту. Ее также планируют закончить до конца года. Так как это связано с авиабезопасностью, то эти вещи все достаточно жестко мониторятся, в том числе со стороны международных организаций, в частности организации КАО. Поэтому мы не можем допустить, чтобы нам каким-то образом до критичного уровня снизили разрешительные способности этой полосы с точки зрения посадки. Этот вопрос более, конечно, глобальный, он требует должного большого объема финансирования, но я считаю, что это в том числе моя прямая обязанность. Для решения этой, а также целого ряда других проблем, находящихся на стыке полномочий города и области, необходим конструктивный диалог между мэрией и облгосадминистрацией. Максим Степанов пообещал наладить таковой, с чем были большие проблемы у прошлого губернатора. Я не вижу на сегодняшний день даже теоретического предмета наших междоусобиц. То есть любая наша конструктивная работа вместе с любым городом, с любой местной властью, это идет только в плюс. Причем как жителям, так и мне, и соответственно моим любым коллегам, которые представляют другие органы власти. Еще один приоритет губернатора – социальная сфера. А наследство ему досталось непростое. Полностью проваленный план по оформлению субсидий на коммунальные услуги за прошлый год. Максим Степанов пообещал в ближайшее время исправить ситуацию. Это касается как информирования населения, так и решения кадровых вопросов в районах, где элементарно не хватает людей, чтобы оформить помощь. Губернатор также пообещал регулярно встречаться с масс-медиа, чтобы информировать общественность о своей деятельности. Константин Гречан и Владимир Ивжич, телеканал «Репортер». И сегодня шестилетнего Сашу Перчиклия, пострадавшего в Окнянском районе при пожаре, а также его мать, доставили санитарной авиацией в столицу. Об этом сообщила волонтер Катерина Нажевникова. По ее словам, четырехлетняя сестра мальчика Кристина перенесла тяжелую операцию. На данный момент она остается в ожоговом отделении Одесской детской областной больницы. Врачи оценивают ее состояние как стабильное. Напомню, шестилетний Саша получил ожог более 70% поверхности тела. Ожог дыхательных путей, дымовую токсическую ингаляцию был в состоянии крайне тяжелого шока. Кристина во время пожара получила ожог 40% поверхности тела. Двоих детей и пострадавшую мать несколько дней спасали в реанимации. Пожар, напомню, вспыхнул в частном жилом доме после ссоры родителей. Отец в порыве гнева разлил в помещении около трех литров бензина, но, по его словам, не поджигал его. Огонь вспыхнул, когда мать пыталась зажечь плиту. Отец вернулся в горящий дом и выносил детей по одному. Семья ощущает уструю нехватку средств на лечение. Волонтеры просят помочь всех неравнодушных. Номер карточки «Приватбанка» вы сейчас видите на экране. Но тем временем в Черноморске хотят ввести чрезвычайное положение. Таким образом, местные чиновники пытаются обратить внимание на проблему сползающих склонов и вывести ее на региональные и государственные уровни. Уже разрушены десятки коттеджей. Новые оползни приводят к разрушениям. Сегодня на место выехала комиссия. Ученые предложили свои пути решения. Продолжит тему моя коллега Анна Городенцева. О проблеме черноморских склонов говорят уже несколько лет. Местные чиновники утверждают, деньги выделяют. Несмотря на это, новые оползни приводят к новым разрушениям. Вот этот дом был в целости и сохранности еще этим летом. Сейчас он разрушен. Есть и более свежие разрушения, говорят эксперты. Уже повреждены несколько десятков коттеджей. С каждым месяцем Черноморск буквально сползает в море. На последние пять лет, даже четыре года, вы видите, что деформация и движение не только прошла в сторону моря, но и очень заметно до 12 метров в точках, где находится сейчас зеленая зона, это было в нашем уровне. Вот в этом уровне было все. Значит, идет деформация вниз. Сегодня на место выехала комиссия. Экологи, инженеры, чиновники, спасатели. После очередного обсуждения проблемы в Черноморском горсовете говорят, проблемы необходимо решать на государственном уровне. Эта ситуация носит не местный уровень, эта ситуация носит региональный уровень и обязана быть признана надзвычайной. В противном случае в городе могут быть те последствия, которые мы называем действительно надзвычайными, с жертвами и так далее. Все те превентивные заходы, которые дадут возможность остановить, процессы, которые сегодня наблюдаются в районе 9-го микрорайона и которые сегодня фактически охватывают порядка более 30 гектар территории города Черноморска. Одним из таких мероприятий, еще раз повторюсь, должно быть признание ситуации надзвычайной. А вот что именно делать, мнения экспертов разошлись. Пришли к выводу, что нужны дополнительные исследования. Все дальнейшие действия должны быть направлены на устранение негативного влияния того, что происходит. Вот и негативное влияние гидрогеологических условий и других аспектов. Как это делать, тут есть дискуссионные моменты, потому что не везде приемлем тот опыт, который есть на других участках побережья, поскольку меняются условия геологические и другие факторы и так далее. Поэтому нужно дальнейшие принимать решения. Следующее заседание комиссии проведут 3 февраля в Одесской обо госадминистрации. Тогда и решат вопрос необходимости введения чрезвычайного положения в городе. Анна Граденцева, Денис Рудь, Телеканал Репортер. Погорел на взятке. Одесский начальник отдела Госпродпотребслужбы предстанет перед судом. Следователи завершили досудебное расследование по делу получения им взятки. Соответствующий обвинительный акт уже направлен в Киевский районный суд. За подобное преступление мужчине грозит срок до 10 лет лишения свободы с конфискации имущества. Напомню, что в сентябре прошлого года чиновник получил взятку в размере 10 тысяч гривен за положительное заключение по пробам воды из скважины. В ходе следствия заявлено, что указанный посадовец в весне 2016 года требовал и удержал от представителя предприятия 10 тысяч гривен хабара за получение позитивного выяснения о качестве воды в свердловине и подальше введения этой свердловины в эксплуатацию. В рамках реорганизации пенсионного фонда «Приморское и Киевское управление объединят» Такое постановление инициировал Пенсионный фонд для уменьшения затрат на управленческий аппарат. При этом чиновники уверяют, что на удобстве граждан это никак не отразится, пунктов приема наоборот станет больше. Согласно с постановлением появится как минимум два новых пункта приема граждан. У нас в городе всего лишь четыре управления городских, которые тоже действительно подпадают под действие этого постановления. Постановление 21 декабря 2016 года 988 о действительно реструктуризации управления территориальных управлений. Они будут реорганизованы путем слияния, присоединения, переименования. И, конечно, никто не ставил за цель, чтобы сделать хуже. Наоборот, действительно, это постановление направлено на улучшение качества приема граждан. Будет увеличено количество пунктов приема документов. В рамках реформирования службы занятости сотрудники ведомства встретились с одесскими работодателями. Столичные служащие интересовались, какие же профессии являются наиболее востребованными в регионе с целью подготовки кадров на самые актуальные профессии. Первым приоритетом номер один мы сегодня хотим поставить вопрос, чем мы можем быть корыстным работодателем, чтобы он до нас вернулся все чаще, и чтобы мы ему могли больше допомогти. Мы на сегодняшний день понимаем, что в стране есть кадровая криза. С одной стороны, это криза людей, которые шукают работу, не могут ее найти. А с другой стороны, это криза, где работодатель шукает квалифицированные кадры с работными специальностями, и он также их не может найти. Согласно данным Центра занятости, большим спросом на сегодняшний день пользуются такие профессии, как слесарь и повар. А вот наименее востребованными оказались профессии, связанные с юриспруденцией и менеджментом. Основная проблема – это количество людей, которые приходят с высшим образованием и не могут найти себе работу. Если взять по стране, то таких людей больше 40%, которые стоят на учете в службе занятости. И мы на сегодняшний день предлагаем переобучение этих специалистов. Если у вас есть высшее образование и в течение полугода вы не нашли себе подходящую работу, мы предлагаем или освоить какую-то новую профессию, или дополнительно мы сегодня предлагаем курсы «Прометеус», где вы можете увеличить свои какие-то дополнительные знания. Допустим, если вы юрист, вы можете себе выучить часть финансового или какого-то экономического сектора, чтобы вы были более эффективны на рынке труда. Мы занимаем третье место по уровню безработицы. Он составляет на сегодняшний день 6,5%. Лучшая ситуация только в городе Киеве 64% и в Харькове 61% или 62%. 19 января в Одесской филармонии выступит известный американский кларнетист Давид Кракауэр. Такой подарок для одесситов организовали при поддержке посольства США в Украине. Само мероприятие посвящено 25-летию дипломатических отношений между странами. Давид известен своими разнообразными жанрами, но в большей степени исполнением именно клейзмерской музыки. Отмечу, что кларнетист будет выступать не в одиночку, а с известными группами одесситами по Кастрио и киевлянами Пушкин Клейзмер Бэнд. Это замечательные музыканты. Это были множественные музыканты. Каждый из них. Каждый из них. Потому что это создает что-то другое, что-то новое и что-то новое. И это было приобретено в реверсале сегодня, чтобы найти эту новость и эту прекрасную способность сделать что-то новое. Мне кажется, что в этом концерте есть очень важный символический смысл, неочевидный, может быть. Дело в том, что нельзя лучше, наверное, придумать, что лучше символизирует культурные отношения между Украиной и Америкой, чем музыка, которую мы играем. Таким был день глазами корреспондентов-репортера. Оставайтесь с нами. До скорой встречи в этой студии. Счастливо.